И так будет с каждым. Управляющие компании усиливают дезинфекцию в подъездах своих домов. Помимо плановой уборки, сейчас используют дополнительные средства. Специальные, дезинфицирующие. В текущую уборку пользуемся всеми профессиональными средствами, в состав которых входят и средства противовирусные, и противобактерицидные средства входят. Но дополнительно идет на данный момент дисхлор, рабочий раствор 10-процентный. С клининговой компанией мы разговариваем, чтобы моющие средства, которые должны обработаны, подъезды, двери, ручки и прочее, все эти средства имеются, они обрабатываются в этом направлении. Клининговая компания изыскивает эти материалы самостоятельно и приобретает. В домах этой управляющей компании усиленная влажная уборка проходит каждый день или через день. Так кто должен платить за повышенную безопасность? Регулярные работы по дезинфекции в ходе влажной уборки идут из текущего содержания жилья. Вот только судя по постановлению правительства о минимальном перечне работ, которые должны выполнять управляющие компании, именно дезинфекции подъездов там нет. А значит, она не заложена в тарифе. Но платить сейчас за это предлагают жильцам, при этом забирая деньги с других статей расходов, например, ремонта дома. Но если мы говорим о какой-то масштабной дезинфекции, которая сегодня необходима в каких-то случаях, то вот здесь управляющая компания, конечно, средств таких никогда не найдет. И тем более сама собственными силами никогда не справится. То есть это должна быть специализированная организация, люди должны быть обучены. Это кадры в одном из домов нового района Барнаула. Подготовились основательно. От большой серьезности видео в интернет-сообществе такую обработку уже считают показушной. Но если вдруг ситуация с пандемией в крае усугубится, обрабатывать придется все подъезды. И намного тщательнее, чем на ролике. Кто потянет такие расходы? Но это если. А пока, как сообщают сотрудники Роспотребнадзора, требования специальной обработки, то есть дезинфекции подъездов, носят рекомендательный характер. И управляющие компании по своему усмотрению должны решать, прислушиваться к ним или нет. Все регулируется не санитарными правилами. Именно набор этих работ, периодичность, оно регламентируется жилищным законодательством. И вот в конечном итоге либо это излагается в договоре управления, либо общим собранием собственников, если они сами управляют, если это СЖ. То есть вот это все определено там. То есть окончательный выбор мер безопасности за самими управляющими компаниями. Остается ждать, что усиленные санитарные меры не отразятся на наших кошельках. Никита Ермаков, Андрей Печоркин. День с толком.